Привет всем! Сегодня у нас выпуск без лица, но с большим количеством картинок. Если вы пойдете в Эрмитаж, в зал, где висят так называемые новые голландцы, вы увидите то, что предстало перед Петром Первым, когда он туда приехал, и то, за что он полюбил эту страну. По сути, мы имеем дело с секс, дракс, рок-н-ролл только 17 века. Это золотой век Голландии, в то время как в России живет моя отрада в высоком терему. Ну, тут у нас девки полупьяные танцуют, сидят на коленях, кто-то обязательно сыт в углу. Ну, не на этих, может быть, полотнах, но видал я, в общем-то, и такие сцены. И возникает логичный вопрос, учитывая то, что Голландия была пуританской, протестантской страной, как же она совмещала вот этот вот черный шелк в одежде, вот эту строгость, и все сексуальные утехи, разгульности и так далее. Ответ мы можем найти на примере самых, казалось бы, невинных картин. Потому что за каждым символом может скрываться совершенно иное значение. Например, яйцо – это символ воскресения, но при этом же сексуальной распущенности. Разбитое яйцо – потеря девственности. Попугай – символ Девы Марии и непорочности, с другой стороны, достатка, но при этом попугай, выпущенный из клетки, также означал сексуальную чувственность. Веселая пирушка могла означать сцену помолвки, или бордель, или еще много чего другого. Представленные здесь полотна, естественно, не только из Эрмитажа, и, к сожалению, не все они в хорошем качестве, но, сорян, ребята, кое-где вам придется что-то угадать. Итак, начнем наш хит-парад. Номер один – картина Питера Арцена «Танец среди яиц» 1552 года. Перед нами банальная бытовая сцена – крестьянская пирушка на кухне, заваленной снедью. Мужчина на переднем плане произносит речь, это значит хвастовство. На втором плане – аграрный танец яиц, смысл которого заключается в том, чтобы танцевать без обуви среди разбросанных по полу предметов, и тут же валяются яйца, которые нельзя раздавить. Вдали на картине мы видим семью из трех человек. Смысл, как обычно, в мелочах. Две карты на столе – символ страсти и пороков, прожигания жизни. На картах – шут в колпаке, намек на глупость. На второй – собака, распутство и прожорливость. Ближайший к нам герой – мужчина на переднем плане держит кувшин, пресыщение и невоздержанность в еде. На полу разбросано множество пустых створок – мидий – символ обманчивости женской любви, а битые яйца – символ утраченной девственности. А как же семья из трех человек на третьем плане? Это аллегория святого семейства – мать, отец и дитя. Может быть, также и олицетворение бегства в Египет – Дева Мария, Христос и плотник Иосиф. Доказательство лежит на полу – маргаритки и гвоздики, рядом с ними атрибуты Христа и Девы Марии. Рисовать на одном полотне несколько сцен от бытовой пирушки до евангельского сюжета нужно было, чтобы показать приоритет духовных ценностей над плоскими радостями. Номер два. Иероним Франкен «Бал», 1607 год. На картине изображена светская вечеринка «Бал», на котором принято танцевать, разбившись на пары. На балконе сидит оркестр. На первый взгляд перед нами типичное официальное мероприятие того времени, но по факту это аллегорический портрет, показывающий бренность жизни и ее быстротечность. Вообще, в нидерландской живописи, согласно традициям того времени, танцующие пары, музыканты, флиртующие персонажи – это все олицетворение беспутной жизни, в том числе блудного сына, любострастия и похоти. В сцене этого бала показаны чувственные соблазны. В высоких дамских прическах и мужских шляпах есть много перьев, что и есть символ похоти. Но настоящее доказательство происходящего находится на третьем плане картины, куда обычно никто не смотрит. На фоне пейзажа там изображены мужчина и женщина, которые предаются любовным утехам. При этом рядом стоит второй мужчина, наблюдающий, присутствие которого эту парочку нисколько не смущает. Вот аналогичный сюжет. Картина в картине. Это Франкен Франц II. Бал, уже Эрмитаж. В центре картины танцующая пара. Мужчина одной рукой ведет даму, другой держит шляпу с большим пером. Их взгляды показывают, что будет продолжение. Тесное общение после бала. На картине много эротической символики. А именно. Людня в руках у музыканта олицетворение округлых форм женщины. С другой стороны полотна в правом углу торчащая шпага у сидящего мужчины фаллический символ. В дверном проеме вбегающий в помещение орликин, а вокруг него факельная маскарадная процессия. Факел, укрепленный на длинном древке, издавна считался символом мужской плоти или разжигания любовной страсти. Основным ключом к разгадке происходящего на картине считают, собственно, картину, точно так же картину, которая на ней изображена. За главными героями картины на стене висит полотно, затянутое тканью. Называется оно «Блудный сын на скотном дворе». Напоминание о последствиях беспутной жизни. От массовых дискотек того времени перейдем к пьяным загулам. Ян Стэн, танец яиц, 1674 год. Ян Стэн, как и Рембрандт, был связан с городом Лейден, который я настоятельно рекомендую вас посетить. Он буквально в двух шагах от Амстердама. Надеюсь, когда-нибудь пандемия вас отпустит. И, в принципе, все то, что он рисовал, когда-то происходило и в этом достопочтимом городе. В данном случае перед вами страстная пляска в небольшом трактире с гостиничными наберами. Мы видим много мелких деталей. Битые трубки, жирные окорочка на столах, бочки с вином, спущенные чулки и свидетельство смертных грехов. Зрителям той эпохи было сразу понятно, что это за увеселение. На картине много сексуальных символов. Яйца и волынка, а также конкретное изображение целующейся и обнимающейся парочки в данном случае. Все фигуры в движении, и многие из них уходят вверх по лестнице. Вот почему мы понимаем, что перед нами не просто гостиница, а именно гостиница с номерами. То есть дом терпимости. Под потолком открыта пустая птичья клетка. Символ борделя в живописи. В дверях справа стоит мужчина, который приглашает девушку пройти внутрь. Другой же кавалер ее останавливает. И дама находится в сомнениях, в какую сторону ей идти. Так соблазн борется с праведностью. Теперь Питер Кодде. Веселая компания с танцующими масками. 1636 год. Голландская живопись часто маскировала бордель под светскую вечеринку. Изначально это появилось из притчи о блудном сыне в конце 16 века. В середине 17 века назидательности таких сюжетов стали еще больше. Вуалируясь уменьшилось число символических деталей. Стало еще сложнее отличать светский праздник от сцен в борделе. А вот Питер Кодде в своей реалистичной манере показывает всю суть. Главная тема его творчества – развлечение дам, кавалеров, в том числе офицеров, в интерьерах. Эта картина показывает вечеринку в масках в респектабельном доме. Считается, что изображены не актеры, а члены палат риторики. Устраивали литературные конкурсы и организовывали театральные постановки. Интерьер на картине утонченный. Внешне с ее действием выглядит весьма пристойно. Но можно найти намеки на двусмысленность места и действия. Чувственный подтекст – дуэт флейты и лютни. Фигуры в центре с инструментами. Олицетворение мужского и женского начала. Ну а прокинутый бокал – духовная пустота. Изображен также полок кровати голубого цвета – атрибут борделя. Танцующая пара в центре нарисована именно на фоне кровати. А гульфик костюма мужчины выделен другим цветом специально. Дальше у нас Герард Терберг – танцующая пара 1660-е года. У Терберга можно найти немало сюжетов на тему ухаживания и танцев, причем весьма неоднозначных. Танцующая пара тому яркое доказательство. Здесь изображен быт Патриции в середине 17 века. Пять человек – военный офицер в керасе, находится в элегантном поклоне, внимательно и оценивающе смотрит на даму и надевает на ее левую руку кольцо. Дама, одетая весьма роскошно, стоит в манерной танцевальной поте и как бы смущается. На втором плане старая вдова, которая очень внимательно и даже хищно наблюдает за всем этим действом. Рядом с ней – томная девушка и человек с людней. С первого взгляда, ну, обычная сценка. Но правда в том, что тут много намеков на торг за любовь. Эта картина показывает тему сводничества. Терберг ее очень любил. Все просто. Кольцо, которое мужчина надевает даме на палец – плата за ожидаемые утехи. Искатель легкой любви одет военная не случайно. Именно офицеры были основными клиентами борделя в 17 веке в Голландии. Женщина – вдова в контексте данной ситуации – старая сводня, которая поставляет офицерам товар. В реальности публичные дома были гораздо более непристойными и грязными. Художник, скорее всего, показывает не настоящий бордель, а некое место незаконных любовных свиданий. Такую картину не стыдно было повесить в любом уважающем себя голландском аристократическом доме. Но ценители живопись уже тогда прекрасно понимали все пикантные намеки данного сюжета. Дальше у нас тот же самый художник, и картина, которую вы прекрасно знаете, она называется «Бокал лимонада». Перед вами сцена приготовления того самого лимонада. Молодые люди смотрят друг на друга, а за ними стоит пожилая женщина, ее правая рука лежит на плече девушки. В глубине комнаты справа видна неубранная кровать с пологом. Сюжет можно трактовать по-разному. Ну, с одной стороны, мгновенная сцена из семейной жизни. Поклонник подает даме, которая почувствовала себя плохо, лимонад. Возможно, напиток преподносит врач. В частности, кислый лимон снимает жар, поэтому многие поддерживают теорию о враче. Но более популярная, веселая трактовка – это сцена сводничества, попросту продажной любви. Тип композиции типичен для того времени в нидерландской живописи. Молодая пара и пожилая женщина. Здесь жест старухи, которая приоткрывает плечо девушки, говорит о том, что она предлагает мужчине оценить прелести молодого товара. Прочитывается намек на неопытность мужчины и, наоборот, значительный опыт женщины. О присутствии цитрусовых – атрибут любовной болезни или тоски. На картинах также часто рисовали, например, апельсины. Ну и раз уж речь зашла про тоску, то вот вам Ян Стэн, та самая любовная тоска, 1660 год. Такой же сюжет, как и в «Бокале лимонада», только здесь есть еще фигура любовника. С одной стороны, существует трактовка, что дама в центре болеет любовной болезнью. Старуха поддерживает ее. Но избавление от болезни ожидается не от лимонада или другого напитка, а от возлюбленного. И опять старуха занимается сводничеством. Герард Терберг, визит поклонника, 1658 год. На переднем плане элегантно одетая дама. Из-за камина на нее смотрит мужчина с некоторым подозрением. За столом сидит женщина, которая играет на французской лютне. На первый взгляд, опять-таки, весьма благопристойная сцена, но для современников она была наполнена совсем иным смыслом. Во-первых, взгляды. Персонажи смотрят друг другу в глаза. Во-вторых, музыкальные инструменты. Их сладкие вибрации возбуждают страсть. Очень откровенные жесты мужчины и женщины. Дама делает кавалеру приглашение. У нее вложен большой палец одной руки между пальцами другой. Кавалер же его принимает. Жест имеется в виду, он свел в кольцо два пальца левой руки. Чем окончится этот флирт, непонятно. Но в голландском искусстве того времени не только изобразительном было много произведений о запутанности амурных интриг или о прелестях любви. Ян Стэн, визит доктора, 1668 год. Пациентка делает намек жестами руки доктору, а тот готов это предложение принять. Остальные присутствующие здесь прекрасно понимают, что на самом деле происходит. Габриэль Митсю, завтрак, 1662 год. Мужчина протягивает женщине блюдо, на котором лежат устрицы. А устрицы, это классический афродезиак, стимулирует половое влечение. Герард Доу, девушка, режущая лук, 1646 год. Казалось бы, бытовая сцена на кухне. Однако, сексуально-эротических символов достаточно. В центре картины девушка, в окружении банальных кухонных предметов. Но над ней пустая птичья клетка, означает потерянную невинность. Также об этом свидетельствует висящая куропатка. Голландское слово, означающее ловить птиц, это эфемизм, то есть заниматься сексом. Остальные предметы на картине, несущие эротический подтекст. Свечи, ступка, пестик, опрокинутый кувшин, задутая свеча. Взгляд главной героини устремлен на зрителя. При этом она режет лук. В 17 веке его использовали тоже как афродезиак. А вот изображенный мальчик, наоборот, символ невинности. Он пытается привлечь внимание девушки, но она его не замечает, что закономерно для данного сюжета. Но есть и другая трактовка. Мальчик может означать также Купидона. Ну а теперь просто набор картин с похожими сюжетами. Например, Габриэль Митсю, охотник. Герри Доу, голландская домохозяйка. Ян Стэн, распутное семейство. От живой природы к неживой. Питер Класс, натюрморт с крабом, 1646 год. Вот казалось бы, ну что тут такого? Изображен нож, напоминание о уязвимости, смотрящего как грешник или фалический символ. Рядом очищенный лимон означает внешнюю привлекательность страсти, у которой есть и другая сторона, потому что внутри лимон кислый или даже горький. Заглянем в ГМИ имени Пушкина. Геррит Вильямс Хеда. Ветчина и серебряная посуда. 1649 год. Мы видим беспорядок, то есть разрушение жизни. Серебряная посуда означает тщетность. Лимон предательство. Привлекательный снаружи, кислый внутри, как мы выяснили. Ветчина, плотские удовольствия. Питер-класс, натюрморт с жаровней, сельдью, устрицами и курительной трубкой. 1624 год. Здесь большая часть изображенных предметов имеет эротический подтекст. Например, вино, трубка и устрицы – отсылка к плотским удовольствиям. Сомнительным и кратким. А раковины означают бренность плоти. Специфическое направление натюрмортов – венитес. Их несложно отличить от других. Обычно изображен череп, означает бренность бытия. Фрукты и овощи на картинах венитес – это отсылка к Библии. Например, грехопадение могут означать помидоры, цитрусы, виноград, персики, вишня, виноград, яблоко. В первую очередь, яблоко. Эротический подтекст – персики, инжир, вишни, сливы. Также символы венитес – цветы. Роза считается цветком Венеры. Это символ любви, секса и вообще присущего человеку тщеславия. Морские моллюски – двойственность. Символ похоти, которая – смертный грех. Иногда игральные карты, кости, кубки и даже шахматы также являлись символом поиска удовольствия и грешной жизни. Курительная трубка – неуловимые и быстротечные земные наслаждения. Ступка и пестик – символы мужской и женской сексуальности. Нож в одном из значений – фаллический символ и скрытое изображение мужской сексуальности. Примерно это мы можем видеть на картине Хармона Стенвика «Банетес» в 1650-е годы. Здесь стекло символизирует хрупкость, фарфор, чистоту, бутылка – это пьянство. Пестик и ступка, как мы уже выяснили, означают женское и мужское начало и сексуальные контакты. Йоханнес Борман – «Ванетес» с фазой со цветами и черепом. А тут опиумный мак означает пассивность и лень. Тюльпаны говорят о безответственности и неразумности, а розы – символ тщеславия, любви и секса. Ну, в общем, в конце, как в том анекдоте, доктор, какие разратные картинки вы мне показываете. Я благодарю за помощь в подготовке этого материала «Гида в шляпе» Ирину Морозову. Вам напоминаю, что у меня в продаже есть книжки «Путеводитель Невский с перцем», «Остросоциальный роман Корень» и книга о пиаре во время русско-японской войны. Все они, кроме романа, снабжены огромным количеством иллюстративного материала. Также следите за анонсами экскурсии в Петербурге и иногда в Москве, редко, но метко. Все это есть на сайте, ссылки на которые вы найдете внизу в описании под этим выпуском. Оставляйте комментарии, ходите в музеи. Сейчас самое время. С вами был гид Павел Перец. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok